Главный тренер Томас Сомельву, я уже об этом сказал. Ну и Динамо Москва, Константин Брянский, вправляет в бой свою дружину. Тоже никаких изменений в составе. Павел Панков, капитан команды на передаче цветом Соколов по диагонали. В доигровке Антон Тёмышев и Ярослав Подлесных. И в центре сетки Илья Власов, Вадим Лихошёрстов. Либера Евгений Баранов и давно его не видел на площадке Алексей Кабешов. Потому что то Лаури Кевинин играл в Еврокубках, то Евгений Баранов в чемпионате и Кубке России. Ну вот такие составы, вот такая игра, вот такая ситуация, в которой, в принципе, тоже может многое решиться. Если побеждает сам петербургский «Зенит», то мы четко понимаем, что они проходят дальше при любом раскладе, имея одну победу над «Факелом» вчера. Ну а если побеждает «Динамо», то тут все закручивается. И будем ждать завтрашнего дня для того, чтобы определить полуфиналистов из этой подгруппы А. Ну и пока игра не началась, скажу так, что... А, наверное, потом скажу, потому что игра именно в эту секунду начинается. Александр Ребцов даёт первый свисток и Дмитрий Пашинский подаёт. Первое очко у «Зенита» из Санкт-Петербурга. Неплохой пайп вытащили в защите от Сёмышева игроки «Зенита». И Камеха на сетке разобрался с блоком, прижал и выкинул. Всё как положено. Брейково очко с самого начала берёт Питер. Идеальный приём. И вторая защита есть у Питера. Да, поднимается мяч и вернётся на площадку «Динамо». Но такая... Нет, не очень хорошая доводка. Небрежная даже, я бы сказал. Недоведённая до сетки. Как следствие, Соколов имеет два блока. И как следствие, имеет чехол. И мяч отскакивает в него. Такое не очень приятное начало у «Динамовцев». И отметим вот в этих двух розыгрышах очень хорошую игру всей команды из Санкт-Петербурга. Ну а два очка на счету Камеха. Одну очко блоком, вторую атакой. Забивает Ярослав Подлесных первый мяч. Но это только самое начало игры. Понятно, что мы наблюдали два пятисетовых умопомрачительных боевика, триллера. В подгруппе «Б» в исполнении Казанского «Зенита» с разными соперниками. В этой подгруппе вчера была игра чуть попроще. Питер достаточно легко уже в конце одолел факел. Но всё равно очень непредсказуемо, очень интересно. Сильнейшие реально команды и игроки находятся здесь. Не прав был Антон Сёмышев. Убегать должен. Есть связующий игрок. И правильно Панков толкал его в спину. Но за счет этого толчка не позволил... Не получилось у Панкова качественная передача. И переходящий мяч забивает Подребинкин. А ситуация следующая. Если второе касание есть возможность у связующего, и тем более он голосом обозначает свою готовность к этому, то надо всем уходить и давать возможность связующему пасовать. Пока непреодолимая стена у Питера. Соколов не может пробиться никак. Причем, посмотрите, Яковлев там успевал... Ну так, почти успевал. Можно сказать, что не успевал. И опять второй уже блок Орела Камеха. Первой партии. Еще один блок. Парад блоков в исполнении Санкт-Петербурга в начале первой партии. И перерыв, конечно же, берет Константин Брянский при счете 1-5. Очень громко в зале. Что-то напутано здесь с акустикой. Комментаторы себя не слышат. Тренеров мы не слышим. Слышим только музыку, может быть, болельщикам, находящимся в зале. И комфортно, хотя я в этом сомневаюсь. Ну а всем остальным уже много раз слышал от телезрителей, что действительно в «Динамо» что-то с акустикой не так. По крайней мере, комментаторам работать тяжело. И тренеров из-за этого шума мы тоже не слышим. Ладно, это так. Рассуждение в воздух. А волейбол продолжается. Илья Власов на сетке. Выигрывает этот мяч. Ну и вот, ладно, уже скажу, чтобы не откладывать в долгий ящик. Слышал я такое мнение, что по теории вероятности «Динамо» когда-то уже должно проиграть «Зениту». Но посмотрим сегодня, в частности, на теорию вероятности в действии. Как она действует. Но думаю, что «Динамовцы» захотят пока отложить исполнение этой теории. И продлить свою победную серию. Вот ровно это сейчас и происходит. Приближается вплотную «Динамо» к Питеру. За счет подачи Соколова. Ну и хочу сказать, что по той же самой теории вероятности, независимо даже, даже независимо от результата этой игры, теоретически команды могут еще раз встретиться в рамках этого финала шести. Но это уже будет что-то такое медальное. За третье, за первое. Но, тем не менее, могут еще раз встретиться. Вот это седьмая игра этих команд. Две в Кубке, две в чемпионате. Две, значит, в финале Кубка ИКВ. Шесть. Ну, две на предварительном этапе Кубка. Две в финале Кубка России. Что-то я все перепутал. Не важно. Это седьмая игра, и это точно. Между этими командами. Шесть побед у Динамо тоже, это точно. И вот, теоретически, может еще и восьмая между этими командами состояться. Вот бывают такие сезоны, когда, как братья-близнецы, команды следуют друг за другом. И постоянно между собой играют. По жеребьевкам ли, по каким-то стечениям турнирных обстоятельств. Ну, вот, в данном случае Динамо с Питером в этом году. Не разлей вода. Выигрывает Егор Клюка, уже привычный этой скидкой. И Орел Камеха. Не попадает под Лесных, ошибается. Не задалась концовка у Динамо. Начало этой партии у Динамо. Много ошибок. Плюс великолепная игра Питера. И двухразовое преимущество. 8-4 ведет Санкт-Петербург. Вчера Орел Камеха был самым результативным. Нет, самым результативным был Егор Клюка в своей команде. Но Орел Камеха на ряду с Клюкой был основной ударной силой в игре с факелом. И именно эти два доигровщика определили игру команды и победу команды над факелом. Клюка набрал 22 очка. Камеха 16. Ну и добавим еще здесь 5 блоков Ивана Яковлева, что уже стало привычной нормой. И 14 набранных очков. То есть Яковлев третий по результативности, несмотря на то, что центральный. Камеха вчера только один эйс подал, а Клюка 4. Но зато очень неплохой процент у Ореля Камеха. 53 процента реализации в атаке. В общем, Камеха и Клюка в огне. Пока мы видим это только в исполнении Камеха. Но этого хватает для того, чтобы 10-4 и второй перерыв Константина Брянского. Аккаунт более 20-22. Фотографируйтесь, выкладывайте сэштегом Russia2022 и вы станете обладателями призов. Камеха и Клюка. Еще один полуэйс от Камеха не будет атаки у Динамо. Ну и сейчас идеальная доигровка, которую на два блока почему-то Брезар решил отправить Яковлеву. Тем не менее, Иван опять справляется со своей трудной задачей в центре сетки. Переигрывает четыре руки вот этой скидкой за блок. И никто не подстраховал. Все говорили о том, что вот отсутствие игровой практики перед основными играми. Это, в общем, больше минус, чем плюс. Нет, Кузбасс показал, что... Причем Кузбасс отдыхал-то больше всех. Динамо-то еще в это время успело сыграть финал Кубка ИКВ и выиграть его, опять же, против питерского «Зенита». А Кузбасс не играл ни с кем и, по-моему, даже товарищеских игр не проводил. Тем не менее, не помешало, проигрывая 1-2 «Зениту» из Казани. Кузбасс собраться и выиграть игру в пяти партиях и решить вопрос выхода в полуфинал одной игрой. Вот такой этот коварный финал шести, что одной игрой здесь можно все решить. Ну и да, для «Зениток» из Казани тоже была игра «Жизнь или смерть». Ну, оказалось в данном случае второе. И, еще раз говорю, за долгие годы команда не будет разыгрывать медали, когда такое было. И куда катится этот мир. Огромное-огромное преимущество Петербурга. Проходит этот пайп в исполнении Ярослава Подлесных. До этого не прошел пайп у «Зенита». Вот, посмотрите, как это было. Низко для «Камеха». И успевает, на это низко для «Камеха» успевает, все-таки, еще и Илья Власов. Ярослав Подлесных. А это эйс. Почти и нет. Добегает, все-таки, под Рябинкин. Ну и вот теперь уже должен Баранов довести идеально. И очень быстро в край на Семышева. Антон Семышев. Очень плотненько, очень уверенно выбил из состава Сэма Дэру, который оказался такой незыблемой фигурой. Мало того, что иностранец-легионер, к которому у нас очень трепетные всегда отношения. Ну, плюс еще очень качественный игрок. Отрицать этого мы никак не сможем. Но вот своей игрой, Линь, только лишь своей игрой, без какой-либо протекции, все, Мышев встал в этот состав и не уходит оттуда. Егор Клюка высоко по линии. Ну, Егор Клюка практически всегда высоко. Просто, как правило, это высоко бывает по ходу. По шестой, по ходу, выше блока. Ну, а сейчас мимо блока по линии четко в линию попадает. Очень рискованный, очень рискованный удар. И даже Константин Брянский берет просмотр. Хотя, по-моему, было очевидно даже на повторе, на нашем видео, телевизионном повторе, что было поле, конечно. Хотя вот здесь показано, что не так уж прямо и очевидно. Ну, а зрительно казалось, что много в поле попал Клюка. Мяч в площадке у команды «Динамо». Очень большое преимущество для этих соперников, для этого, для этой стадии борьбы, для финала шести преимущество «Зенита» в первой партии 12-7. И Иван Яковлев, который вчера подал три эйса, между прочим, к пяти блокам еще прибавил три эйса. И много чего забил. Вот такой полезный игрок, капитан своей команды Иван Яковлев. А Соколов уже, по-моему, третий, если не четвертый, но третий точно раз попадает под блок Питера. И ничего не получается персонального цвета на Соколова в этой первой партии. И теперь посмотрим, насколько терпелив будет к такой игре своего диагонального Константин Брянский. Потому что здесь, на этой позиции, есть адекватная и достаточно приличная замена. Романос Шкулявичус в этом сезоне не раз показывал, что может выйти. И, во-первых, с ним команда выигрывает. И, во-вторых, он сам показывает незаурядную игру порой. Так что посмотрим. Ошибается Семышев. Да, первая партия парад ошибок у «Динамо». Во многих компонентах прям много-много ошибок. Нервозная игра. Прям «Динамо» не «Динамо». Да? Не то «Динамо», к которому привыкли болельщики. Которая действительно, я говорил, за пять партий ошибалась три раза в атаке. Это был очень серьезный показатель, практически которого достигнуть вообще невозможно. Представьте, сыграть пять партий и три раза ошибиться в атаке. Ошибка в атаке – это не удар в блок, это удар в сетку или вал. Вот вся команда за пять партий, больше двух часов на площадке, три раза ошиблась в атаке. Это очень сложно, поверьте, сделать. Но вот за первую партию, по-моему, уже перешагнул этот трехочковый рубеж. Что касается ошибок, «Динамовцы» перешагнули. Ну и наслаиваются ошибки пока во всех других элементах. Илья Власов ошибается на подаче. Ну, кстати говоря, у Питера такая ситуация поприятнее сейчас в этом поединке, потому что они ничего не теряют и могут многое приобрести. Если они побеждают с любым счетом, они уже в полуфинале и ждут соперника по этому полуфиналу. Ну а «Динамо», даже если сегодня выигрывает, непонятно с каким счетом, как это все будет, все равно завтра придется играть с «Факелом». Ну и если какая-то победа 3-2 или 3-1, то можно проиграть завтра 3-0 теоретически. В общем, закрутка остается. Поэтому у «Динамо» весь турнирный путь впереди. Ну а у Питера все может решиться сейчас, здесь и сейчас. Ну и задел очень неплохой турнирный вчерашняя победа. 3-1, 3 очка в «Копилку». И сегодня, если выиграть две партии, набрать одну очко, то практически задача выхода в плей-офф, в полуфинал вернее, решена. Егор Клюка, рекордсмен по эйсам вчерашней игры. Четыре, напомню, у него. А вот и пятый. Если прибавлять вчерашнее и сегодняшнее. И очень грамотно, и очень красиво, и технично. Ну и без шансов для принимающих. Оставляет угол первой зоны. Посмотрите, оттуда, во-первых, убегает Панков. И ему прям чуть по голове мяч не попал. И во-вторых, Семышев достаточно далеко стоит от этой линии, которую подавал Клюка. Сейчас уже точно Семышева. Защите Брезар. И забивает Камеха. Все получается у Питера. Просто катит любая ситуация. У Динамо то чистая ошибка, то какой-то недочет маленький, который Питер преобразовывает всегда в брейковое очко. Еще, по-моему, ни разу не было по-другому. Ну и в итоге 18-9. Двухкратные преимущества Зенита в первой партии. Ну и совсем грустная ситуация у московского Динамо. О, Соколов поучаствовал в приеме. И в кое-то веке забил. Из второй зоны ничего у него не получилось. Вот он решил. Ну, вернее, за него Панков решил. Но, во всяком случае, из четвертой зоны на этот раз забивает цветом Соколов. Динамо! Динамо! Антон Семышев. Вообще, Динамо та команда, которая, ну, наверное, сильнейшая в чемпионате, если брать всю команду по подаче, по агрессивности подачи, по количеству эйсов, по количеству затруднений. То есть, практически каждый игрок, включая центральных, набирает эти эйсы на постоянной основе. Ну и поэтому, конечно, если подача у Динамо не летит, так, как они привыкли, как они прошли всю эту длинную дистанцию и чемпионата России, и Кубка России, и Кубка ЕКВ, в большинстве случаев она летела, то, конечно, непривычно им играть без своей подачи. Ну вот, чуть-чуть начинается, и начинается она с Антона Семышева. Ну, вообще, конечно, вот этот Антон Семышев в этом сезоне, конечно, колоссальный сделал скачок вперед. Приходил, наверное, еще был Юрий Бережко, не забывайте, который уехал в Турцию играть. Приходил там каким-то молодым перспективным запасным игроком. Ну, а сейчас просто игрок основного состава безальтернативно, по-моему. И именно под его подачу перерыв берет Томас Сомельву. ...которых мы просто отмелся. Ты посмотри, ну где они, где они? ...по барабану, ребятки! Давай, давай, сейчас барабанчики! Вот, вот! Давай, давай, барабанчики, ребят! Видите, как, ну даже вот зрительно видно, что в большей степени Брянский успокаивает Соколова и уговаривает его, что все хорошо, все нормально, все получится. А я знаю просто, ну, так сказать, из близких источников о том, что очень мягкий он человек цветом, что давление никакого не приемлет, что может сломаться, вот, если на него надавить. И напротив, если вот так вот, как сейчас Константин Брянский с ним пообщался, могут раскрыться крылья, вторые дыхания, и Соколов, ну, выдающийся игрок, безусловно, тут спорить не будем. Но вот иногда вот эта вот мягкость характера ему мешает в ответственных играх, в ответственных эпизодах. Ну, а если немножечко его расслабить, то можно получить от него максимум, что в этом сезоне, по сути дела, тренерскому штабу «Динамо» и удалось до сегодняшней игры. Ну, а что будет дальше, посмотрим. Дмитрий Пашицкий, 19-13. Да, вот поговорил, уговорил Константин Брянский, успокоил, и Соколов тройной блок не заметил. Смотрите, как уложил косячка. Прям в три с половиной метра. Может быть, там был, конечно, рикошет от блока, а может быть, и не было. И такой защитник, как Бризар, даже не смог среагировать на эту пушку. Значит, эта пушка чего-то стоит. Вадим Лихошерстов, человек-убийственный планер, человек-планер-камень. Ну, Орел Камеха. Имеет крепкие кисти, хорошо поставленные кисти бывшего связующего. И эту подачу сверху довел хорошо. Иван Яковлев постоянно имеет два блока, потому что знают все уже, что основная, несмотря на Пашицкого, такого сильного, центрального и атакующего центрального, но основная ударная сила в центре у «Зенита» Санкт-Петербурга – это Иван Яковлев. И постоянно он борется с двумя блоками. И зачастую приходится ему больше скидывать, чем атаковать. Ну, посмотрите, все уже освоили, говорю, да. И зачем напрягаться, если можно вот так вот кисточкой смахнуть и получить результативную запись в статистику себе и своей команды. 21.14. Подребинкин, который практически не звучал у нас в этом репортаже, не особо прибегали к его услугам партнеры по команде, в частности Антуан Бризар. Ну, вот, чтобы не ждать передачи от Бризара, Подребинкин решил отличиться на подаче, чтобы мы все-таки произнесли его фамилию, и мы с удовольствием это делаем. Близко к кейсу, но аут. Будет смотреться Мильву. Нет, наверное, не будет. Что там время тянуть? 22.15. Вот он показывает Томас. Сейчас не видно вам было, а здесь я смотрю. Игроки вроде говорили, ну, посмотри, там, может, коснулось линии. Тут, говорит, нет, беру решение на себя. Ну, и правильно, не надо это все затягивать, потому что сейчас любая затяжка, оно на пользу идет Динамо. Питер на ходу, и любая пауза сейчас Петербургу не нужна. Хорошая защита Мелкозерова. Вот здесь ошибается Панков в передаче. И представьте, Панков ошибся в передаче. И подлесных ударил, вернее, скинул в лог. И при этом кто-то из блокирующих касается сетки. Самая-самая обидная ошибка, какую можно придумать. А это был еще и Иван Яковлев. Да, вот здесь вот на этом встречном движении Иван коснулся верхнего края сетки. Светан Соколов. Камеха выбивает очень уверенно. Егора Клюку смягчают. Как защитники-то у нас играют. И тот, и другой Либера вынимают безнадежные мячи. Длинный розыгрыш какой-то веки. И... И ошибается Орел Камеха. Вот так вот. Не похоже на него, не похоже на Питер. Но все-все может быть. Никто не застрахован ни от чего в этой ситуации. И уж сколько мы камбэков видели. Таких, когда... Да, сейчас будет касание блока смотреть Сами Льву. А вдруг чего-то там и коснулось. Кто-то маникюр не сделал. Вот. Уже, говорю, таких камбэков навидались. Которые подумать-то было невозможно, что они могут состояться. А тем не менее, спорт вот такая непредсказуемая вещь. Это мы его и любим. В частности, волейбол. Судья, который просмотры делает отдельный судья. Это не второй судья, как на чемпионате России. Не было касания блока. И запрос. И запрос Зенита не удовлетворен. Ну, а я еще раз скажу, как и вчера говорил, что нововведение, новшество определенное. Судья, челлендж-арбитр просматривает челленджи специальности для этого. Резервный арбитр исполняет и эту функцию, еще и челлендж-арбитра. А второй судья стоит у сетки и занимается своими непосредственными обязанностями. И, на мой взгляд, это очень правильно. Я уже об этом говорил. Еще раз повторю, все по делу. Борются динамовцы, мяч не спасают. 23-17 Камеха подает. Очень спорный момент. Будет ли смотреть Константин Брянский при таком счете? Имеется в виду, что сначала было пол, а потом рука Семышева или сначала рука Семышева. А вот мы сейчас увидим. Нет, конечно, сначала пол, а потом рука Семышева. И поэтому никто не стал ничего просматривать. Все все видели. Под кожу засовывает Илья Власов. Что-то прямо у нас из той и с другой стороны все время центральный атакует с двумя блокирующими. Смотрите, просто не донес до сетки руки Брезар. А если бы чуть поближе их к тросу поставил, как минимум было бы смягчение. А так получил под кожу. Но отметим, что первый темп и Питера, и динамовцев встречается, как правило, в четыре руки. Это надо учитывать. В аут подлесных. На этом первая партия заканчивается. Легкая первая партия для питерского Зенита. Будет брать что-то смотреть Константин Брянский, оказывая минимальное, малюсенькое, минималюсенькое давление этим действием на соперника. Потому что аут был, по-моему, очевиден. Вот так вот, представляете? А оказывается, мяч в площадке. Браво, Константин Брянский. Мне показалось, что четкий аут. Но тренер Динамо взял этот просмотр и выиграл его. 19-24. Вот еще если пара очков Динамо возьмет в этом сете, то это прям будет решающий момент. Потому что все это перейдет на следующий сет, на следующую партию. Но пока Питер с этим не соглашается. И у Клюки есть возможность. Нет, Баранов на месте. Хорошо играют в защите те и другие. Люба, дорого. Вот здесь не подстраховали. И все-таки два лишних очка по сравнению с тем, что было, набирает Динамо. И это совсем-совсем другая песня. И вот эти слова про легкую партию и про то, что малюсенькое давление хочет оказать Брянский. Все сгорает, все дезуирует. Все не так и заставляет своей игрой Динамо и действиями своими тренер Динамо взять перерыв тренера Санкт-Петербурга. Где, 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 где! Я не знаю, что это будет, если только сломит его на ней. Смотришь, куда? Давай, ты, смотришь, кого ты, где? Да, очень тяжело играть, когда ты уже выиграл. Ну прям я очевидно видел, что мяч попал в аут Наверное я был не один такой Но все-таки мяч попал в поле Хотя нам его на экран не вывели Я по крайней мере на экране не видел Вот этого попадания в поле И насколько оно было очевидным Но судьи приняли такое решение И у нас первая партия продолжается 20-24 Вот еще одно очко Если Динамо берет брейковое Считаю, что задача минимум выполнена в этой партии И можно со смелой С чистой душой Скажем так, начинать вторую Ну и так неплохо 25-20 Все-таки Питер дожал И все-таки можно сказать, что сделал это достаточно легко 1-0, впереди Зенит Перерыв Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И за счет этого победила в первой партии, потому что все остальные показатели приблизительно равны. Вот что касается ошибок здесь не совсем точно. На две ошибки больше все-таки совершили игроки Динамо. 6-4 по ошибкам невынужденным. Ну а остальное, да, 42% в атаке у Динамо у Питера и 39% у Динамо. Прием отвратительный у тех и других. 22% у Динамо, 19% у Питера. По эйсам 4-3 все корректно. В общем за счет блока только лишь и выиграла команда из Санкт-Петербурга. Орель Камеха при этом набрал 7 очков. На 4 помог ему Клюка, на 3 под Рябинкин, на 4 Яковлев. И где-то скромненько 1 очко набрал Дмитрий Пашицкий. Причем набрал его на блоке. Ни разу ему не паснули. Вообще ни одной передачи не получил. Но и как следствие не забил. У Динамо Соколов 4 очка, 3 у Семышева, 5 у Подлесных. Вот такая история. Ну еще раз говорю, процент атаки у тех и у других плохой. Ну по ошибкам два раза ошиблись Динамовцы в атаке. Два раза ошиблись, чисто ошиблись в атаке игроки Зенита. В общем, все очень близко, все очень ровно, кроме блока. Ну и, соответственно, как я уже сказал, за счет этого блока победил Зенит из Санкт-Петербурга в первой партии. Ну а сейчас Соколов по линии укладывает. Уверенно. И Семышев идет подавать. Антон Семышев не попадает на этот раз в площадку. Один эйс у Подлесных, один у Семышева, один у Соколова. А у Питера два у Камеха, один у Подребинкина и один у Клюки. Динамо 2-1. Ждем Камня от Лихошерстого. Нет. Камень пока в кармане остается, потому что Мелкозеров принимает замечательно. Ну и такую комбинацию, в принципе, неплохую разыгрывают игроки Зенита, но все-таки как-то не в темп. Все как-то вот Клюка никак ему неудобно, да и Блок все время рядом, никак это не получается. Вы знаете, как пайп, это так, что с первым поднялись, а второй без блока ухнул от души. И все, и всем понравилось. Вот, вот это да. Вот это понравилось всем. И это из глубины, из, не знаю, давайте посмотрим. Три, да, три с небольшим метра. Власову в руку просто вложил Павел Панков. Это было и красиво, и очень нужно, очень нужно задействовать первый темп, потому что игроки первого темпа, ну, если я говорил по-шитски, вообще без какой-либо атаки. Ну, давайте для приличия скажу уже, как у всех остальных обстоят дела, именно что касается центральных. Нет, пайп не работает у Питера совсем. Ждут динамовцы в центре эту комбинацию. Ну, и вот только высокие мячи. И пока спасают Питер, потому что в его составе есть Орел Камеха и Егор Клюка. Давайте по центральным посмотрим. Власов три передачи в первой партии, и все три забил. Очень неплохо. Лихошерстов получил одну и не забил. Это что касается Динамо. Ну, а у Питера, понятно, по-шитски в первой партии без атак, и три атаки было у Яковлева, две забил. Маловато, маловато первого темпа, но, как я уже сказал, позитивный прием у Динамо 22%, а у Питера 19%. С таким приемом особо не разгуляешься первым темпом, и все-таки связующие умудрялись что-то в этой ситуации придумать. Ну, и вот и Павел Панков-то пасовал не с идеального приема эту зону Власову. Она была из глубины, просто уж больно хорошее исполнение. Ну, и как результат, еще и было очень красиво. Отлесных. Хорошо принимает Мелкозеров. Клюка высоко. Нет, нет, вот это даже скидка не проходит. То, что я говорил, проходит из 10,9 с половиной. Вот эта половинка сейчас в лице рук. Вот так скажем, в лице рук Ильи Власова, который не дал. В лице Ильи Власова и его рук не дал все-таки совершить эту скидку Егору Клюке. И 5-3 Динамо повело. Отлесных ваут. Ну, отметим, отметим игру обоих. Либера, вы знаете, и Сергей Мелкозеров, и Евгений Баранов. На мой взгляд, реальные кандидаты, вот не побоюсь этого слова, и не побоюсь их молодости и неопытности, но реальные кандидаты на поездку в Токио, на Олимпийские игры. Потому что этот сезон и тот, и другой. Ну, особенно Баранов. Баранов больше был на площадке. Все-таки Мелкозеров преследовали травмы, и он не всегда, они поделили с Андреевым время нахождения на площадке. А Баранов, редко-редко уступая Лауре Керминину место в Еврокубках, провел весь сезон от звонка до звонка, и провел его очень неплохо. В общем, считаю, что это два реальных кандидата, а может быть и оба сразу. Потому что вариант с двумя либерами, насколько я знаю, обсуждается. Как-то так. Ну, хотя вот по этой игре пока... 17 только у Баранова по первой партии. Ну, там все заряжали страшную подачу. 17% позитивного приема. И без ошибок. А у Мелкозерова 33. Чуть получше. Тоже без ошибок. Но он всего три раза принимал. В него стараются не подавать. Больше всех принимает Орел Камеха. И это понятно и очевидно. В Динамо делят. Делят приемы между собой и Подлесных, и Баранов, и Семышев. Но больше всех 10 раз принимал Семышев. Хотя я считаю, что Семышев совсем-совсем не слабое звено, что касается приема. И, наверное, не уступит Подлесных в этом компоненте. А может быть даже и превзойдет его. Несмотря на габариты. Потому что у Подлесных 198. А у Семышева 202. Ну, в принципе, где-то рядом. Павел Панков. На подаче. Не видели мы эйсов. И это очень странно. И очень редко так бывает. И вот он, и вот он, он. Только подумаешь, а он появится. 9-5. Динамо впереди. И то начало первой партии забыто динамовцами. Это видно. И совсем другая игра. И совсем другая команда сейчас на площадке своего собственного, родного дворца спорта. На улице Василиса Кожаной в Москве. И перерыв с Томаса Сами Льву. Ну, спасибо нашим звукорежиссерам. Что-то они там наколдовали, накудесничали. Я услышал Томаса Сами Льву, несмотря на этот жуткий крик в зале. И надеюсь, что вы тоже что-то успели услышать. А вот сейчас мы видим, как там качают спину Сэм Деру. В квадрате запасных московского «Динамо». А Павел Панков после перерыва будет валить свою дальше. Не в того он валит. Поднимают сложный мяч в защите «Динамо». В ЦИИ подлесных забивает сложнейший пайп доигровку, как хотите ее назовите. 10-5. Ну, а Павлу Панкову надо, конечно, от Мелкозерова уходить. Понятно, что он в меньшей степени выцеливает, когда подает. А в большей степени думает о силе и скорости своей подачи. Тем более Мелкозеров сейчас стоит по центру на приеме. И очень сложно его обойти. Но, тем не менее, Либера Петербурга пока с такой сильной подачей справляется. Нет, здесь ошибка. И не подбросил, и не замахнулся. И локоть внизу. И 33 ошибки. Ну и как следствие подачи в сепку. Егор Клюка. Вот у кого с локтем и с техникой в атаке все всегда было хорошо. И локоть он отводит так, как надо. Но давайте посмотрим. Очень близко будут смотреть. Настаивает Пашицкий. Вы не видите, а я вижу, что он прям заставил Сомельву взять этот просмотр. Ну и посмотрим сейчас Андрей Зинович. И Сергей Головин нам вынесут вердикт. Да, действительно, поле. Вот так вот Дмитрий Пашицкий стоял у сетки, в центре сетки, в третьей зоне. И оказался самым жорким. И был прав. Видите, Егор так показывает немножко неуверенно. А в это же самое время Пашицкий прямо аж подбежал к Сомельву и заставил того взять просмотр. Очко. И эйс. Егор Клюки. Еще одна почти такая же. Но Семышев внизу хорошо принимает. Около пола. Но Соколов продолжает тренировать динамовский блок. Давайте посмотрим, сколько он раз это сделал в первой партии. Три раза, как я и говорил. Ну вот, наверное, четвертый. И пока не находит. А цветом Соколов он славится вот этими открутками от рук. Ударом по рукам. Мяч отлетает в сторону. Мяч отлетает далеко за площадку. Вот примерно так же, не отведя никакого локтя и не замахнувшись, хотел исполнить эту подачу Клюка, как до этого Панков. И с тем же самым результатом. Очень сложно технически сделать то, что задумали игроки на подаче. Вот так вот прыгнуть. Показать, что будет жить сильно. А на самом деле подать укороченную, но в прыжке, но силовую. Это непросто выполнить. Ну, Семышев совсем ничего не подбросил. Но получилось неплохо. И ошибается Камеха. Тут еще вопрос, насколько хватит у Камеха физики. Потому что только совсем недавно приступил он к полноценным играм. Ну, наверное, тренировался уже достаточно давно. А встал в состав сравнительно недавно. Ну и, конечно, вчерашняя игра, как я себе представляю, была достаточно легкой. Но, тем не менее, 4 партии нахождения на площадке. Это как ни крути, 2 часа. Ну и сегодня вполне возможно, что у Ореола может физики и не хватить. Хотя, с точки зрения, вы видите, да, посмотрите на этого атлета. Там, конечно, с физическими возможностями и с физической формой все хорошо. Просто, когда она долго была в простое из-за травм, когда долго ты тело свое не тренируешь, конечно, организм может дать сбой. А это ошибается. Панков, ну, почему-то не свистят ему ошибку в передаче. И наказывает Клюка. Брезар на пару с Клюка этим хорошим пайпом, который не проходил всю игру у них, а сейчас прошел. И, кстати, прям очень близко к ауту было. Но просмотр не берут. А Павел Панков ошибся, я думаю, из-за того, что скользкий мяч так часто бывает. Принимающие, видите, играют в майке без рукавов. Раньше всегда играли с рукавами. И как-то все-таки эти рукава впитывали пот. А сейчас руки мокрые. И если мяч принимается и после этого летит к связующему, то очень большая вероятность, что какая-то часть этого мяча просто будет полита водой, как будто мяч упал в лужу. Ну и если эта часть и касается связующей, то может и промахнуться. Мяч в смысле провалится между рук. Показывает аут судья, но Соколов настаивает на том, что было касание блока. Ну и посмотрим, насколько зоркий Сокол цветан Соколов. Ну а если Соколов ошибся, то Динамо все свое преимущество растратило, растеряло. Сложный момент. Наверное, касание, если было, то мизерное. Ну и два таких опытных человека. Андрей Зинович, так это вообще самый опытный наш арбитр, только недавно закончивший свою активную судейскую карьеру. Ну и, в общем, гордость нашего судейского цеха, безусловно, человек, отсудивший и мужской финал Олимпийских игр, и женский, и много чего еще. Нет, Светан Соколов был прав. И зоркий Сокол. Пусть будет на этом этапе его никнейм. Ну, во всяком случае, да, Питер не согласен категорически. Те игроки, которые ставили блок, говорят, что ничего мы не почувствовали. Судьи решили по-другому. Ну, Соколов был очень уверен. Он прямо через секунду побежал к Брянскому показывать, что было касание блока. И у кого было, он показал и рассказал. И судьи оказались с ним солидарны. Отдали очень важное очко Динамо Московскому, потому что так счет сравнивался. А так все-таки 13-11. Два пункта перевеса – это хотя бы что-то. Лихошерстов. Все время они не того ищут для... Выбирают для того, чтобы в него подать подачу. Мелкозеров справляется, прям как стена стоит. Доводит идеально. Под Рябинкин на разорванный блок не успевает. Власов. И все как по нотам. И сейчас сам же Иван идет подавать. Очень высоко. Да, вот тут встретились два игрока факела. Оба играющие теперь за разные команды. И Власов, и... Яковлев стали игроками в системе факела. И потом уже переходили один в Динамо, другой в Зенит. И вот сейчас они встретились над сеткой. И сейчас я считаю, что они... Ну, Яковлев однозначно. Ну и Власов где-то недалеко от него ушел. Ведущие игроки этого амплуа у нас в стране. По пальцам, по пальцам находит Ярослав подлесный вариант. И здесь уже ничего не может спасти. Очень длинный отскок. И в чем тут беда? Ни в чем тут не беда. Ювелирно попал в край руки Брезара. Очень хороший удар. Очень сложный. Через паузу. С затяжкой. Ну, в общем... Браво Ярослав подлесных. Не рискует Камеха. И сложно было ему это сделать. Ну, а подлесный на сетке себя чувствует просто каким-то королем. Отведенный мяч. Найти какой-то палец Брезара. Не вопрос. Мяч на тросе. Вы убираете руки. А я это вижу и скидываю в поле. А не бью по рукам ваут. По рукам, которых нет ваут. В общем, Ярослав подлесных проводит хорошую пятиминутку. И очень грамотную. Показывает, как надо выходить из сложных ситуаций. Из сложных положений. Игроку четвертой зоны. Это низко для Камеха. Но за счет скорости успевает смахнуть в линию Орел. И от рук Панкова мяч улетает к зрителям. Не закрыл линию. Не перенес правую руку Павел Панков. Да, вот видите, чуть-чуть не хватило сантиметрика. А этого достаточно. И сам Камеха будет подавать. 13-16. Но это был аут. Конечно, зря принимал Баранов этот мяч. А это низко. А это, конечно, низко. И мало того, Власов ждал. Они прикованы у них внимание друг к другу. Власов к Яковлеву, Яковлев к Власову. И здесь обыграет. Он может и обыграть. И должен обыграть, допустим, Яковлев-Власова, когда этого Власов обыгрывал Яковлева. Но для этого нужна очень хорошая передача. Как минимум удобная по высоте. Ну, сейчас этого не было. 17-13. 4 очка. Перевес московского Динамо. И вот эта зона высоко. Ну, опять на 4 руки. Семышев отыгрывается. И что придумает Панков? Придумывает великолепный пайп Павел Панков. Тот пайп, какой нужен. О котором я говорил. И который хотел посмотреть. И спасибо московскому Динамо и Павлу Панкову. Что они лично мне, ну и, конечно же, всем, тем, кто эту трансляцию смотрит, этот пайп показали. 18-13. Зеркальная история из первой партии. Только с другим зеркальным отражением. Перерыв в Сомельву. Ну, вот если Динамо так и оставит все как есть. А именно не будет ошибаться и будет играть так, как играет сейчас. То мы увидим две одинаковые партии, которые должны, по идее, заканчиваться с одинаковым счетом. 25-20 выиграл Зенит. И, если еще раз говорю, все так же останется. Эту партию 25-20. Плюс-минус одно очко должно выигрывать Динамо. Ну и начнем все заново в третьей партии. Это вот такой мини-прогноз, если все хорошо для Динамо. Но согласится ли с этим Питер? Сейчас посмотрим. Все-таки выбивает Мелкозерова с приема. Ярослав подлесный и чехлят Егору Клюку. Вот сейчас уже высотой своей не мог Егор пользоваться. Потому что, вы видите, мяч очень далеко от сетки. И перепрыгнуть блок и ударить выше блока Клюка может только тогда, когда мяч практически на тросе. Как только мяч отведенный, вся его высота нивелируется. И, в общем, он уже не может ей пользоваться. На заднюю линию или навсегда вместо Камеха выходит Урсов. Мы сейчас посмотрим. Ну а Ярослав подлесный будет подавать. Вернее, продолжать подавать. Потому что до этого заряжал он очень прилично. Но и не вижу поводу, чтобы ему не продолжить в том же духе. Вурсова. Урсов вверх. По рукам находит вариант Клюка. Да, первый мяч он, конечно, опустил вниз. И поэтому попал подкилблок. Сейчас уже играл значительно выше. Не выше блока. Но давайте посмотрим. Да, все-таки вот этот перенос Власова, вот этот перенос на ту сторону, с такой вот агрессией, с такой невероятной туда направленной руки, это когда мяч сеточный. А когда мяч отведенный, когда мяч не доведенный до сетки, вот этот перенос позволяет как раз отстегнуть от твоих рук. Надо больше рассчитывать в построении такого блока на смягчение. То есть должны руки больше вверх выходить, чтобы смягчать нападающий удар. А вот этот перенос нужен, когда мяч приближен к тросу, к сетке. Ну и тогда чехол, киоблок, если человек лезет вниз. 20-14. Власов хорошую, но ваут. Все-все рискуют. Никто не отжимается у Динамо. Ну и по сути у Питера та же картина. Никто не отжимается. Все понимают, что в этом только лишь залог успеха. Очень высокий уровень связующих и стоит с другой стороны. Ну и исполнители в атаке тоже. Поэтому при хорошей доводке ловить что-то на блоке и в защите практически нечего. Попадает в зону лихошерстов. И это редкий случай, потому что в основном Вадим играет взлет рядом со связующим. Но вот сейчас Павел Панков еще и зону ему зарядил. Почему? Потому что, наверное, знает, а может быть ему подсказали, что Брезар помогает. А вот Подребинкин, когда на передней линии, не помогает зоной, а уходит сразу к своему, что мы сейчас и видели. Может быть, в этом был резон передачи этой зоны лихошерстову. Ну а может быть, в чем-то другом. А все это я придумал. Обратная замена Ореоль Камеха на переднюю линию выходит. И значит, Урсов только помог сзади своей команде. Ну а долгое время Кирилл Урсов был основным игроком в отсутствии Камеха. И, в общем, львиную долю сезона провел на площадке у Зенита. Поэтому на него тоже можно рассчитывать. Игрок он обстрелянный и уже определенный опыт получил. Ну а вот сейчас смягчает Пашицкий. И хорошо, хорошо Брезар. Сразу подвешивает Егору Клюке. И тот в стиле, можно сказать, московского Динамо. Потому что, я думаю, что на первом месте по исполнению вот этого финта, когда связующий подвешивает сразу пайп и со второго касания нападающий нападает, это первенство предлежит московскому Динамо. Они пользуются этим чаще других. И у них это до автоматизма налажено. Но пока просто мы не видели для этого предпосылок. И ситуаций таких не видели, чтобы доводил Панков. Очень много ошибается Семышев. Очень-очень много, Антон. И 18-21 Константин Брянский пресекает эти вольности своим перерывом. Ну что, друзья, вы на дальнейшем вылетели на луне. Я, к сожалению, не слышу, что говорят тренеры. Но, собственно говоря, не так это и важно. Главное, чтобы это слышали игроки и следовали совету своих тренеров. Потому что тренер такой квалификации тренирует такие команды плохого не посоветует. Егор Клюка после перерыва. 18-21. Соколов уже не первый раз в этой игре принимает. И сам же и забивает цветом Соколов. Вот так вот. Очень часто диагональный четвертым. В основном, ну, такой игрок, как Максим Михайлов. Универсальный игрок, который мог играть и на приеме, и в диагонали. Очень часто эти игроки подключаются на сильную подачу четвертым на приеме. Особенно при выходе из первой зоны, когда они стоят в четвертой. При выходе из второй зоны, когда они стоят в пятой. Ну, понятно, что с краю берут просто вот эту атаку, эту подачу в линию на себя. Ну, и вот Светон Соколов показал два раза, что все в порядке для него с руками. Не растут они у него из какого-то диагонального места. А растут из нормального человеческого. И может он подбивать спокойненько летящий в него мяч. Даже очень приличной силы. Забивает фашистский сам идет на подачу. 22, 19, 19, 22, 3 очка проигрывает Питер. И выигрывает под Лесных неочевидный мяч. Не очень было ему удобно. И здесь страховка, наверное, все-таки должна была где-то быть у Питера. Но ее не было. Да, вот этот рикошет. Да, пошел уже страховать Бризар. Но рикошет от блока поменял траекторию полета мяча. И упал он совсем не в том месте, где я ожидался. Вадим Ликошерстов. Персонально жду от него камней, пока не могу дождаться. Но вот в центре Егор Клюка принимает у Питера. Чем не адрес для камня? Ну вот было похоже, но в сетку. Потому что камень кинуть и перекинуть в сетку не так-то просто. Либо ты перекидываешь, но это уже не камень. Либо вот так, как сейчас. Сильно, резко, но мяч попадает в сетку. 20-23. Шансы остаются у Зенита. Иван Подребинкин показывал в Кубке ИКВ, как он может серийно подавать в концовках партии. Сейчас выбивает с приема. Но Светом Соколов с какого-то момента взял себя в руки. Я скажу, с какого. С момента разговора с ним персонального Брянского во время перерыва. Вы помните этот момент. Я акцентировал на нем свое внимание. Поговорил, что-то ему там пошептал. И все, с этого момента Соколов превратился в себя самого. На подаче не так-то все просто. Подача предмет неизученный. Когда летит, когда не летит. И почему, и от чего, до сих пор никому неизвестно. Поэтому оставим подачу в покое. Подождем атаку московского Динамо. У них три возможности для того, чтобы завершить партию. Нет, не получится у них ее завершать своими силами. Делает это за них Орел Камеха. Ну и я сказал 25-20 плюс-минус. Оказалось 25-1, 21. В общем 25-20 Динамо проиграло. 25-21 Динамо выиграло. Счет 1-1. Начинаем все заново с чистого листа. Но определенный бэкграунд все-таки есть. Какой-то волейбол мы посмотрели. Но надеюсь, то, что будет впереди, будет еще интереснее. Перерыв. Я жажда риска, я брошенный риск, я зарождающийся искрой, я брима, лучший онлайн-объекер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Статистика... На ваших экранах. Ну и что изменилось? Ну, прежде всего блок. Да, вы видите, что уже Питер так не феерит в этом элементе. Все более-менее подровнялось здесь. Ну и, если говорить про общее количество блоков, то один только, да, вы видите, поставил блок «Зенит» и два блока у «Московского Динамо». 11 очков после двух партий у Ярослава Подлесных и он лидер в своей команде. При 62% реализации в атаке это очень-очень прилично. Да, есть два удара в блок и одна ошибка, что не очень хорошо, но при 62% это можно потерпеть и как-то пережить. Что и происходит в стане «Московского Динамо». Илья Власов, 7 очков из 5, 5 атак и два блока. Великолепный показатель. Если бы не две ошибки на подаче, Илья был бы вообще стопроцентный герой. У Павла Панкова два очка есть. Одно очко на подаче и одно в атаке. Нет, одно на блоке. В атаке была одна атака, но не была реализована. 10 очков у Соколова. Возвращается цветом Соколов. 50% реализации. Прием немножечко подняли до 34 динамовцы, до 36 питерцы. В Питере лидирует Орел Камеха сегодня с 10 очками. И 9 у Егора Клюки. Но процент реализации у них существенно хуже. 41 у Клюки и 46 у Камеха. А что-то я ничего не сказал про Семышева, потому что очень бледненько. Антон выглядит. 4 набранных очка. И пока особо ничем себя не проявил. Из 10 только 3 забил. И два раза ошибся. Но может быть все еще и впереди. У Антона Семышева вот так вот. Московская Динамо все вернула на круги своя в этой партии. И во второй. Ну и как я говорил, начинаем с чистого листа. 0-0. Только играем уже не до трех выигранных партий, а до двух. 1-0. Динамо повело. Лихошерстов на подаче. Пришел Соколов в третьем. Дождался. И очень грамотно. Не стал блокировать так агрессивно. А именно подождал. И сделал то, что нужно. И вот этот накат, этот отыгрыш под Рябинкова. Динамо именно заблокировал так как надо. Был к этому готов. 2-0. Вадим Лихошерстов продолжает подавать. Да почему же они все в Мелкозерова подают? Загадка для меня. Загадка. Потому что Сергей Мелкозеров, ну практически, практически. Не скажу, чтобы там где-то он сильно ошибался. А посмотрю сейчас и скажу вам точно. 10 приемов 50% лучший в команде по качеству приема. Ни одной ошибки. Почему в него подает Динамо, не понимаю. Но раз за разом вы видите, даже у тех людей, у которых есть выбор, в кого подавать. А у Лихошерстов он безусловно есть. Все равно находят почему-то Мелкозерова на приеме. Они ищут Камеха или Клюку. Странно. Ну а здесь Пай под Клюки на двойном блоке проходит. И Иван Подребинкин будет подавать. Не попадает. Что касается ошибок. Очень важный момент. Ошибки соперника у Динамо 5 раз. В смысле 5 раз ошибся Питер. И 9 раз. Вот это да. И 9 раз ошиблись игроки московского Динамо. Несмотря на это победили во второй партии. Вот бывают же такие чудеса. В основном, наверное, это были ошибки на подаче. Но уж больно неплохо. Они сыграли в атаке во второй партии. И общее количество 54 по команде стало у Динамо после двух партий. И 41 у Питера тоже после двух. Конечно, добавила московская Динамо в атаке капитально. Ну да, я вам могу сказать, что 74 по второй партии атака у... Это по второй партии у Динамо. 74 по команде. И 41 по команде по второй партии у Питера. Это, конечно, существенный перевес. Потому что в остальном плюс... А, ну да, 8 ошибок на подаче. У Динамо вот оно, откуда все складывается. А у Питера всего лишь 3 при двух эйсах. А у Динамо 8 ошибок и только один эйс у Павла Панкова. Но за счет атаки переиграли. И этого хватило, чтобы победить во второй партии. Равная борьба. 4-3. Динамо впереди подлесных на подаче. Хамеха хорошо вынимает из угла первой зоны. Не проходит Клюка. Власов. И Клюка из факела. И Власов из факела. И Яковлев из факела. У нас тут один факел. Если факел собрать вместе, то это какая-то сборная Куба получится. Все говорили, давайте сборную Кубу соберем. И посмотрим, что будет. Никто с ней не сможет конкурировать. Хуантарена, Леон, Симон, Леал и так далее. Там еще наберется много разных индивидуумов. Так вот, если факел собрать, тот, который был, кто из него ушел, то тоже получится нехилая команда, которая будет претендовать на все и сразу. Мне так кажется. Высота Ильи Власова продолжает впечатлять. Ну, немножечко ошибся по времени и руки развел по-шипски. Но это не отменяет, что Власов атакует с очень большой высоты. Сейчас будет подавать Илья. В этом сезоне были эйсы. Мало того, были рекорды по эйсам. В одной игре три подал Илья Власов. Ну вот, я говорю, как только скажешь. Про Панкова сказал эйс, он подал. Про Власова сказал эйс, он подал. Ну, не знаю, как так получается. Эйс-то был хороший. Посмотрите, вразрез между игроками. Кому принимать непонятно. Низко над сеткой. Не столько сильно, сколько точно. Но хорошая подача. 6-4. А сейчас уже на силу, в угол пятой зоны. И чуть-чуть вау. Ну, конечно, прогресс на подаче Ильи Власова, ну, впечатляет. Это, знаете, к чему сейчас? Есть у меня одна мысль. Давайте дождусь, чем закончится этот розыгрыш. Закончился он быстро, и у меня и будет побольше времени. Это к разговору о том, что когда ты начинаешь разговаривать с игроком. Ну, давай, вот попробуй вот это. Или вот новое что-то. Или вот поменяем вот это техническое на другое. Потому что это технический элемент. Там, в разбеге. Или как-то в руку отводишь. Или как-то ее переносишь. Оно не работает, не годится. И ты хуже от этого. И тебе в ответ. Да я все знаю. Да я все умею. Да мне не надо ничему учиться. Ну, и тогда все понятно с такого рода людьми. А вот когда Илья Власов, который по мячу-то попадал через раз, пару лет назад, берется за исполнение подачи в прыжке. И два года ее тренирует. И теперь мы видим от него эйсы. Вот это говорит о том, что вот как должно быть. Очень низко, но Ярослав Подлесных включил турбину. И за счет реактивности успел на этот пайп. И его забил. Никто бы другой не успел. Наверное, только Подлесных. Ну, и еще Соник. Помните такой мультфильм, который 400 км в час бегал? Два блока опять встречает Пашицкого. Ну, и вот Динамо. То, о чем я говорил. Если мяч у Панкова сразу. И это, по-моему, первый раз за весь сезон. Я вижу, что это наткнулось на блок. И я говорил, что рано или поздно в каком-то одном из репортажей я говорил, ну, не может это работать из 10-10. Потому что мы все должны уже это отследить и понять, что если Панков подбивает в центр, то будет сразу атака. И сейчас эта атака наткнулась на блок Питерского Зенита. Хотя все равно за этим будущее. От этого нельзя отказываться. И нужно играть именно так. И это правильно. Касание на блоке хотят увидеть динамовцы в этой атаке Лихошерстова. И берут просмотр, похоже. И что-то радуются заранее. Прям все уверены, что это касание было. А, уже все, отдали. Не было просмотра, отдали динамовцы. Значит, не просто так радовались. Стемышев будет подавать при счете 9-6. Геройский Панков в защите. Правильно выбрал место. И опять по рукам подлесных. И опять никто не добегает. И опять мог бы это сделать Мелкозеров. И уже надо, надо немножечко прочитать ситуацию. И надо уже чуть-чуть понять, что вот такой мяч обыгрывать мимо блока подлесных не будет. И вот этот, смотрите, все-таки 2 метра в поле. А если метр сзади, а если полтора метра назад, то и успеешь вперед, и успеешь на этот отскок. Значит, Мелкозеров немножечко неправильно выбирает. По крайней мере, при подаче, при атаках подлесных места в обороне. Ну, а тут просто все-таки дожали они Мелкозерова всем коллективом. И выбил его с приема чисто Мэйсом Антон Семышев. При счете 6-11. Первый тайм-аут в третьей партии взяла команда Семиль. И сразу перерыв Сомаса с Амельву при счете 6-11. Вот в такой энергии, с такими эмоциями. Вот именно так, как показывает Томас Самельву, надо быть на площадке его игрокам. Но немножечко другая картина. Такое определенное спокойствие, определенная академичность в действиях игроков Санкт-Петербургского «Зенита». А вот если вот вести себя так, как ведет тренер, то я думаю, что многое может получиться. Без блока поднимает Семышев. Ну, кто там? Нет, неудобно. Ошибается Евгений Баранов. Да, вот это вот отсутствие опыта проявляется порой и у Мелкозерова, и у Баранова. Талант талантом. Но нужно все-таки определенное время провести на площадке. А это время выражается в количестве даже не игр, а сезонов. И не одних сезонов, а нескольких. И тогда этот опыт приходит. А вот чуть-чуть не гоню с руки Яковлев. И все-таки подлесных, которые сегодня, можно сказать, солируют у «Динамо» во всех элементах. И в основном в атаке. Да, не дошел, не успел. Долететь Иван Яковлев. Один из самых быстрых, если не самый быстрый, перемещающийся центральный у нас в России. И даже он не успевает на эту супер-пулю от Павла Панкова. 12-7 это уже комфортнее. Плюс 5. И Вадим. Нет, Камеха он не пробьет. Там стальные эти кисти. И еще раз говорю, правильно стоящие, ко всему прочему. И даже такой мяч подлесных выигрывает. Пока что день Ярослава подлесных. Какое сегодня число? 6 апреля. День Ярослава подлесных. Но это пока. Игра не закончена. По линии Панков поднимает. Ну и сейчас важно Соколову. Нет, только смягчение. Ну а Клюка отвечает в той же самой манере, о которой я уже много раз говорил. И это работает. И вот посмотрите при счете 8-13 прямая замена Бризара на Ковалева. Очень редкая в этом сезоне. На мой взгляд неоправданно редкая. Потому что Ковалев все-таки не последний на этой планете связующий. Можно было бы давать ему побольше времени игрового на площадке. Но то, что я видел, Дмитрий очень мало получал в игровой практике. По запросу команды Динамо состоится судейская процедура видеопросмотра. Да, сейчас видеопросмотр. Потому что Динамо считает, что мяч попал в поле, а судьи отдали Питеру. Нет, все-таки мяч в ауте. И сейчас окажется, что Ковалев-то вышел только лишь на блок вместо Бризара. А не для того, чтобы пасовать. Потому что подребинки ему будет подавать второй раз. А Ковалев остается на площадке в этой ситуации. И когда подача перейдет к Динамо, выйдет опять Бризар. Посмотрим, так ли это угадал ли я. Если так, то грустно. Забивает Соколов, как-то продирается через руки, которые вроде и стояли неплохо. Посмотрите, первый раз отыгрался от Камеха. Ну а второй раз что тут? Ну под руками прошел у Яковлева, да. Нет, Ковалев остался на площадке. Большой разрыв. И только при таком разрыве Ковалев и получает игровую практику. Ну и поэтому мы не можем, собственно, понять особо, насколько он хорош или плох. Потому что пока ему вообще не приходится пасовать. Потому что это чистый эйс. От цвета на Соколова. От цвета на Соколова. Поднимает Баранов мяч от Камеха. И хорошая атака должна быть. Достаточно просто ею распорядился Ковалев. Но результативно. А тут главное, знаете, когда ты выходишь с замены, давно не играл. И главное не броситься вот в этот тяжкий грех удивить всех и сразу. И показать, что ты можешь что-то такое, что кроме тебя может только Илон Маск. Нет, надо играть надежно. Надо играть как ты умеешь. И Ковалев это и продемонстрировал. Ошибается Павел Панков. Ошибается Павел Панков. И... Но в это время касается сетки на блоке игроки Питера. Такая интересная и сложная ситуация. Кто берет просмотр? Потому что тут в Сомельву ходит и разговаривает с арбитрами. Зенит. Касание сетки. Но касание сетки-то было. Чего его просматривать? Тут вопрос, успел ли коснуться мяч Пола. Что было первично? Мяч коснулся Пола, а потом было касание сетки на блоке. Или же все это было по-другому? Как это можно посмотреть на повторе? Ну, как бы там ни было, Панков ошибся в передаче на Власова. И, конечно, счет пока позволяет какие-то ошибки допускать. Но я бы все равно не советовал заигрываться. Так это называется на простом языке. И уже пасовать такие передачи, которые можно и не пасовать. Ну, а если ты их пасуешь уже, то исполняй идеально, правильно. Ладно, посмотрим, кто выиграет этот эпизод. Тоже немаловажный момент. Ну, по-моему, очевидно, что мяч упал, потом коснулись сетки. Ну, сейчас судим, придется долго кудесничать над этим моментом, потому что он неоднозначный. А, вот так, что не было касания сетки. Мяч сначала упал, или его совсем не было. Ну, в общем, тут что-то нагородили огород. Очко Питеру, и это и так было понятно, без всяких просмотров. Мяч улетел в аут. Панков мимо руки паснул. Чего тут по 5 минут было терять, непонятно на что. Камеха подает, тут надо с 11. Долгая пауза никогда еще никому не помогала на подаче. Орел не исключение. Вместо него на заднюю линию выходит Кирилл Урсов. Да, да, видно, что все-таки пока тяжеловато от звонка до звонка на ней стоять камеха. Ну, и плюс усилит прием. Видимо, и подвижность на задней линии Кирилл Урсов, что тоже само по себе неплохо. Ярослав Подлесный, который сегодня у Динамо лидирует. Находит сразу Урсов. Урсов справляется с приемом. Рискует зону Ковалев. И повторно рискует. И посмотрите, как остро играет между игроками. Браво, Дмитрий Ковалев. Это из той серии всех удивить, но он сделал все качественно, все грамотно. Причем сделал это дважды. И в итоге настоял на своем. И нашел вот эту дырочку между блоком. Между не самым кислым блоком. Власов и Панков это не подарок для того, чтобы на них играть в зону. Тем не менее, Ковалев нашел. 12-16. Ошибается. Яковлев. Но это тот человек, на которого надеются партнеры. Который ведет за собой, даже если не набирает больше всех очков. Власов все равно ведет за собой, как капитан, и как ментальный лидер. И когда он ошибается, это вдвойне нехорошо. Власов подавал эйсы на прошлом круге. И почему-то, почему-то решил Константин Брянский, что все эйсы и Власов уже подал в этой игре. И вместо него выходит Чес. Чеслов Свинцицкис. Игровое имя Чес. И, ну давайте посмотрим. Тоже хорошая подача. Да, смотрите, переходящий мяч. И забил... Нет, не забивает Мелкозеров, как в литой стоит в пятой зоне. Поднимает скидку тяжелую, скидку панков. И грамотно, грамотно двумя руками играет Антон Семышев. Как-то вот легко это в его исполнении все выглядит. Легко поднялся в воздух. Легко поднял две руки. Легко разобрался в сложнейшей ситуации, в которой другой запаниковал бы. Коснулся сетки. Сбил бы всех блокирующих на той стороне. И сам бы упал. А Антон нет. Так спокойненько все сделал. Заработал 18-е очко. И пошел на перерыв, который взял Томас Семилевой. Здесь сила команды «Семил» Далее словам, друзья, фанатам «Динамо» «Браво». Шикарная атмосфера. Великолепно вы болеете, друзья, за московское «Динамо» сегодня. Но то ли я не слышу, то ли этого нет. Нет, я имею в виду, что хочется когда-то услышать от Томаса Семилеву какую-то конкретную установку. Чтобы что-то игрок сделал конкретно. Пока все как-то давай-давай. Давай-давай, надо сняться. Давай-давай-давай. Или я не слышу. Но вот какое-то у меня такое впечатление. Остается, что конкретики не хватает в перерывах питерского «Зенита». Вторую будет Чес подавать. Первая была хороша. Переходящий мяч. Левой рукой Клюка. И что, в антенну? Да, попадает в антенну Егор Клюка. А так пустое место увидел. Угол первой зоны. Там никого не было. Но антенну не обыграл. 19-12. Это много. И вместо Клюки выходит Амар Курбанов. Молодой игрок. Периодически появлялся в этом сезоне. И даже оставлял о себе очень-очень неплохое впечатление. 2001 года. 20 лет будет или есть, не знаю, день его рождения. Но будем считать 20. Метр 95 рост. Ну, очень интересный. Очень такой резкий, быстрый доигровщик. Пока его находят подлесных в приеме. Ну, а тут выигрывает Подребинкин какой-то сумасшедший мяч. С пятого метра, не знаю. Но это я, конечно, утрирую. С четвертого. Атаковал четко в руки блокирующим. И выиграл. Вот снес руку влево. Вот левая рука Семышева ушла влево. В момент удара. А стояла бы прямо. И ровно так же отлетел бы мяч в ноги, в грудь, в пол. Но только на стороне Петербурга. Вот вам малюсенькая, 5-сантиметровая ошибка в постановке руки, которая все определяет в этом действии. Выиграет нападающий или проиграет. Возвращается Брезар. Зачем Ковалев был на площадке? Загадка. Уже ли бы оставался бы? Или бы не выходил? А вот так вот выйти на 2 секунды, вроде неплохо что-то там пытался сделать. Но вот раз, и Брезар снова обратно. В общем, загадочные перестановки питерского «Зенита». 20-13. Павел Панков на подачу. И все в Мелкозерова. Вот Амар Курбанов. Сразу же получил первый мяч и забил его. И сам пойдет на подачу. Сейчас тоже, наверное, надо ему рисковать. А что же еще делать? Опять же забил за счет ошибки Семышева. Разводит руки. Очень, очень не дисциплинированно блокирует Семышев. Ну и поэтому среди сильнейших блокирующих крайних я чего-то его особо и не вижу. Потому что выпрыгивает хорошо. Все у него нормально. А вот именно стабильности и дисциплины на блоке не хватает. Поднимает Брезар. Вот так вот обманул всех Панков. Потому что «Зенит» бросил играть, посчитав, что была ошибка у Семышева. Вот здесь давайте посмотрим. Вот тут вот. Вот. Ну, по сути, может, она и была, честно говоря. Вы видели, не чисто было, не чисто. «Зенит» бросил играть. Но если свистка нет, надо играть до конца. И Павел Панков снизу без блока вывел Семышева, который с два по два и вколотил. И сам же Антон идет подавать. Курбанов хорошо справляется со сложной подачей. Ну, вот приблизительно так же, как выиграл Подребинкин с места из четырех метров. Ровно так же выигрывает и Соколов. Просто ударить надо в руки параллельно полу. Если эти руки стоят неверно, то отскок мы видели куда. А руки стояли опять неверно. Почему? Потому что по-шельски, посмотрите, берет их вправо и их сносит. Ну, вы же видели сейчас. Все было хорошо видно. Ну, поставь-то их прямо. Ну, не надо их никуда сносить. Да, ладно. Игра продолжается. Да, здесь все как по нотам. Хороший прием. Супер-быстрая передача в два раза ниже высоты, на которую нападает Илья Власов. И эта высота совсем, и эта скорость очень хорошо подходит Ярославу Подлесну. Виктор Полетаев, вот как появляется на площадке. Долгожданное событие. Долго все его ждут, но в какой форме, Виктор, мы не знаем. Но сейчас увидим, насколько готов Полетаев играть. Пока не увидим, потому что Лихошерстов попадает в аут. Сегодня у Вадима подача не летит. Либо она слабая, либо ошибка. Вот эти заявленные мною камни пока бережет для будущих баталий. Лихошерстов в этой игре пока без них. Виктор Полетаев будет подавать у Зенита. И такое забытое чувство Полетаев на площадке давненько Витю не видели. Низко для Власова. Тем не менее справляется Илья с этой передачей Панкова. И не смог Мелкозеров ее поднять в защите. Вот он, Сергей Мелкозеров. 97-го года рождения. Метр 80 его рост. Ну а если говорить про Евгения Баранова, то он 95-го, чуть постарше. Эйс. Эйс на Мелкозерове. Ну действительно хорошая уходящая, улетающая подача. Цвета на Соколова. Ну и что? Разгром. Разгром в третьей партии. 25-16. Динамо 2-1 впереди. Питер пока противопоставить на этом игровом отрезке. Не может московским динамовцам ничего. А у нас перерыв. Отдохнем, подождем четвертую партию. Ну что, дорогие друзья, и прямо сейчас на площадке «Владька» группа поддержки московского «Динамо Музыка»! «Динамо Музыка»!» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ровно с таким счетом сегодня в первой паре проигрывал кемеровский Кузбасс И это совсем не помешало ему потом выиграть 3-2 И в общем совершенно не повод проигрывая 2-1 Как где-то в душе, внутри, в глубине сказать, что я уже эту игру проиграл Даже если четвертая партия идет пока 5-2 и ты не в твою пользу Все зависит от тебя, от командного духа, от твоего личного, персонального духа И его надо проявлять Пока это делает московская Динамо, потому что, знаете как, говорят, везет тому, кто везет Вот Динамо пока везет и в прямом и в переносном смысле И вот этот мяч Соколова, ну конечно же не должен был забит быть Но он забит И счет 6-2, вернее 2-6 И при этом в счете мы опять увидим и услышим Томаса Самильву Что на этот раз он скажет своей команде Ну явно что-то резкое И явно что-то не про волейбол Ну наверное пора уже, да Потому что очевидно, что с какого-то момента его команда стоит И чего-то ждет А вот, а это ожидание приводит только лишь к тому, что Динамо играет все лучше и лучше И счет становится все неприличнее и неприличнее По крайней мере в третьей партии было именно так После перерыва цвет Ансаков 6-2, Динамо впереди Еще эйс на Камеха Но Камеха такое ощущение, что уже еле входит Причем вот, что касается Ореола Ну точно знаю Ну просто работал с ним Но он не будет вот ерундой заниматься Если у него есть силы Он не будет показывать, что их нет Значит, наверное, их нет Виктор Политаев вместо Подребинкина А Камеха остается на месте Ну посмотрим на Виктора В каком он состоянии И сможет ли в дальнейшем помогать своей команде Насколько оклемался от своей травмы 7-2 Цветан Соколов Ваут Клюка Ошибки одна за другой Нагромождение ошибок Неуверенные действия Ну и тут собирайся в кучу, не собирайся Тут Это все как бы это Толерантность Все понятно Вот это вот Не знаю, как это все назвать А тут надо бороться Тут надо проявлять личные Бойцовские качества Которые игроки Санкт-Петербурга Пока не проявляют Ваут Соколов И переживает так Как будто Проиграл Олимпийские игры Да, сегодня закрытых тем в атаке По крайней мере у Подлесных нет совсем Просто не существует для Ярослава Подлесных Каких-то тайн В блоке Московского Динамо Ой, Московского Динамо Зенита Санкт-Петербург И все, сегодня в атаке удается Ярославу Подлесных Но не только в атаке На подачу тоже неплох Ярослав Давайте посмотрим, как сейчас Сейчас ваут Виктор Политаев на подаче В атаке пока не видели Посмотрим, что на подаче Хотя, по-моему, в прошлой партии уже одну Виктор подавал Да, Цветон Соколов Находит руки блокирующих Пашицкого попадает Вот, в данном случае Какой-то серьезной ошибки Не вижу на блоке у Пашицкого Так тоже бывает И не всегда Выигрыш происходит за счет чьей-то ошибки Иногда выигрыш происходит за счет Хороших действий Оппонента Всего-то 5-10 Всего-то начало партии Ну, Панков сегодня С этой зоной прям Выглядит замечательно Тем более, еще раз хочу сказать Что вот эта зона из глубины Она для Власова И я вообще не видел, чтобы она была Когда-нибудь для лихошерства Но сегодня Панков чувствует В себе силы и уверенность И пасует даже лихошерство В зону из глубины 11-5 Один эйс, по-моему, был у Павла Но это явно не его Норма Да, если уже на одном блоке Клюка скидкой не будет забивать То кто тогда и на каком блоке Забьет Вопрос Да, ну, скушал-скушал Соколов перенес руки Вот именно так, как надо переносить Когда мяч близко к сетке О чем я говорил И здесь уже тяжело было клюки Практически некуда деваться Панков продолжает Не попадает Трос мешает И после троса ваут Дмитрий Пашицкий Хороший прием от подлесных И он же пайп И вот посмотрите Если будет повтор Мы увидим, что С первым темпом поднимался В центре сетки Яковлев Видите? И уже опускаясь Опускаясь Настолько быстро То есть в один темп Они играют Этот пайп Что опускаясь После прыжка С первым темпом Успел Яковлев Еще и пайп подлесных зацепить Вот эта скорость Видите иногда Выиграет Такую злую шутку Чуть-чуть повыше И он бы успел Опуститься И подлесных Был бы без блока Да, вот Семышев Много ошибок Ну как много Относительно Много Относительно Своей игры Предыдущей Много стало У Динамо Но тут все будет зависеть от Питера Возьмет ли он эту Эту ситуацию под контроль Сможет ли эти ошибки Соперника во что-то Преобразовать Или же нет Пока хорошая защита Ну-ну-ну Такие вещи, конечно, невозможны В принципе Даже в детской спортивной школе Невозможны А уж Команда Которая два титула Уже выиграла И стремится к третьему В одном сезоне Ладно Спишем Даже не знаю На что это списать У меня ни на что Это не списывается Такая ошибка И сразу за это получите Это даже сомнений У меня никаких не было Что за такие Глупейшие И просто отвратительные Я даже не знаю Какое слово в эфире Можно подобрать ошибки Но неизбежно Должна идти расплата И это очень-очень Справедливо Так ошибаться нельзя И этой расплатой Был эйс От Бризара 9.13 А сейчас еще одно Невнятное действие Ну вот Динамо решило Что оно уже выиграло Огромная-огромная ошибка Вот сейчас бы Питеру Наказать бы Динамовцев За эту ошибку Собраться Начать Немножечко по-другому Вообще просто ходить По площадке Не то что играть в волейбол Просто ходить по-другому Чуть-чуть повеселее Чуть-чуть поживее Чуть-чуть позлее А глядишь и получится Но Динамо мне кажется Сейчас эту Пятиминутку Да Константин Брянский Подошел к хромке поля И по-моему Тоже чувствует Что надо в чувство Чувствует Что надо приводить в чувство Свою команду И я думаю Что ему удастся это сделать Лихошерстов Не летела Не летела И опять пока не очень летит Попадает на одиночном Клюка в поле И сам идет на подачу Вот сейчас подал Бризар Эйс После него идет Клюка А потом идет Яковлев А потом еще и полетает Вот такая вот Очередность Подающих у Питера И если каждый из них По разу приложится Как он может То мы увидим Равную игру Равную концовку А там глядишь и пятую партию Нет У Клюки Не получилось Зато получилось У Панкова С Власовым Уйти Уйти В стороне Это было То есть видите Тянулся Яковлев То есть по сути Без блока Атаковал Вывел Панков Этой передачи Власова Без блока Такой взлет Акцентированный На голове То есть он ее Паснул над собой И еще в сторону Отошел То есть по сути дела Власов нападал там Где за секунду До этого стоял Панков И конечно Блокирующему сложно Предположить Что надо прыгать там Где стоит связующий Он-то думал Что будет простая передача Вверх Как это обычно бывает А Панков сыграл Вот эту комбинацию Из прошлого Когда мы в свое время Оставляли вот это На голове И уходили Делали шаг назад И на наше место Прилетал центральный И многие так играли Но это было давно Все получается У подлесных Хоть чего не делай А Ярослав найдет выход Из ситуации Ну правда сейчас По полетаеву Который Ну так вот зрительно Да посмотрите Помните где раньше Был Виктор Выпрыгивая на блоке И сейчас это Значительно Значительно ниже И пока не видим Мы его в атаке Выживайте то он вышел А атаковать то Пока не атаковал Чтоб хотя бы посмотреть Как это все выглядит Может или не может Вообще в принципе Ошибается подлесных 16-12 И все равно Такой счет Не приговорный Тем не менее Но посмотрите Насколько задумчив И грустен Егор Клюка Но огня В глазах Не точно Чего-чего Там может быть Много чего В этих глазах Но огня Не вижу Виктор Полетаев И эйс Даже в таком состоянии Виктор Полетаев Способен на эйс А может быть Он еще и способен В атаке Что-то сделать Давайте посмотрим Почему ему не пасуют Или задание такое Не пасовать Полетаеву Но подача-то прекрасная Уходящий от двоих Посмотрите Прекрасная подача Полетаева И уже 13-16 Ну а сейчас точно В Бараново Семышев Между блокирующими Не доходит Вот эта вот передача Быстрая из глубины Она как раз Для того Чтобы не успел Дойти центральный До стыка И до этого Стыка не дошел Дмитрий Пашицкий В этот стык пробил Как раз Семышев Посмотрите Да, между блокирующими Очень легкий удар Не надо ничего придумывать Но там правда Надо стоять в защите Потому что Если у тебя стык открыт Ты приблизительно Понимаешь Куда мяч может прилететь Илья Власов Сейчас его не меняет Константин Брянский Как было в прошлой партии Ну да Видимо Брянский Лучше знает своего игрока И понял уже Что патроны там Закончились Потому что Когда Илья прыгает И поджимает ножки Тут уже Сильной подачи не жди Вот сейчас был Ровно этот момент Когда он прыгает Ножки поджимает И такой полу-накатик Все Тогда это Это подачи не будет Орел Камеха 17-14 Не в его пользу Не в пользу его команды Еще и заступ Подача хороша Но заступил Камеха Увидел это И боковой И главный арбитр И рядом стоящий Томас Семельму Увидел это тоже Ну Павел Панков Не можешь же ты Уйти без Нескольких Эйсов Нет Наверное Может Что-то и те И другие Прям Превратили Эту игру В какую-то муку Стой лишь Разница Что одни Ведут И им Очень близко До победы А другим Для того Чтобы этой победы Добиться надо Много чего сделать Но ни те Ни другие Уже Многого делать Не хотят Ошибается Соколов И это все Очень опасно Это все Очень рядом 16-18 Это все Рядом-рядом С обородочкой Если Питер Не хочет Своими руками Эту оборотку Сделать То Динамо Может в этом Им помочь Своими ошибками Вот так оно и происходит Вот так вот оно и происходит А сейчас Когда начнет что-то получаться Захочется и волейбол поиграть И Питер вас воспрянет А Динамо Будет находиться В очень тяжелом положении Которые сами Себя же и поставили Ровно Своими руками Ногами Головой И что там у них есть еще Перерыв Брянского Давай Друзья В этом тайм-ауте Вот мы уже на дно Заметили У нас на втором явно Сидит Мега активный Юный болельщик Дружище Посмотри Всем своим видом Показывали игроки Санкт-Петербурга Что все это Им уже надоело И особо играть Они и бороться Не хотят Но тут На помощь пришло Московское Динамо И своими руками Отдало им Много чего Отдало А теперь надо возвращать А Питер уже не захочет отдавать А вот это для нас интересно 18-17 После перерыва Пашицкому Как бы хорошо подать Ну как бы ему надо было подать Любую Хоть снизу Как в Пионер Бол Ну это я утрирую Но подать надо Такой набор очков Так догнали Так много наошибались Динамовцы И перерыв берет Брянский Ровно для того Чтобы подача была не подана И это состоялось Ну а теперь Семышев Которому надо Реабилитировать И себя И свою команду За то Количество ошибок Которые было допущено Ошибается В передаче Брезар И не справляется Клюка Потому что Действительно ошибается Потому что Сложно было справиться И в игре Это сложно было оставить Уже не говоря про выигрыш Но это к разговору о том Что Одни не могут Другие не хотят Все уже Догнали Все Вот она игра Бери в свои руки Оборотка 3-2 И первая победа В сезоне Над московским Динамо Нет Почему-то не стимул Почему-то не стимул Ну а если не стимул Вынимая эйс Андреев Кстати появился Вместо Мелкозерова Вот И очень Очень интересная ситуация Потому что Если сейчас Динамо Выигрывает То Если завтра Ну это надо считать Ладно Не буду я считать У Питера Одна победа есть Но там могут быть Закрутки При которой Питер сейчас Проиграв Может и не попасть Ладно Перерыв пока Давай перекрестим Московская Динамо дадим Давай составляем зала Раз Два Три Московская 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 Красавцы Браво Забивает Политаев Нормально все У Виктора 18-21 Антуан Бризар У него уже были эйсы И почему бы им Вновь Именно сейчас Не возникнуть Нет Отжимается Находит подлесных Который принимает Идеально И попадает Ярослав В площадку Показывают Судьи А ровно Вся команда Петербурга С этим не согласна И Томас Самельву Берет просмотр Петербург Зенит Судейская процедура Игрового момента Игрового момента Моле Аут Судейская процедура Игровым 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 Судейский Ну и Игровым Клифф Гребилам Что же там было? Почему же так долго не могут определить? Аут. Вот так вот. Ну, конечно, Динамо будет с этим не согласна. Но решение судьи приняли. Константин Брянский идет апеллировать к арбитрам, что касание линии все-таки было. Примерно за то же самое сегодня Владимир Олегович получил желтую карточку от Евгения Макшанова в первой игре. Ну, сейчас обошлось без желтой карточки, но счет 19-21. Ну, и когда-когда уже Питер поверит, что они могут переломить ход этого поединка. Вот этой подачей Брезар приближает это событие. Цветан Соколов попадает. Попадает. Ну, в безнадежной ситуации, да. Рисковал и в какой-то степени, знаете, такое выражение. Все его знают, оно не очень благозвучное, но, тем не менее, очень четко отражает происходящее. На шару. На шару, но шара сыграла. А вот вместо Лихошерстова теперь выходит Чес. Вместо Власова не вышел. Ну, а вот по счету Брянский посчитал, что при счете 22 как-то Чесу будет спадающей подавать. Может, так оно и есть. Клюку находит, но доводка неплохая. Яковлева встречают вдвоем. Ну, и Подлесную сегодня, по-моему, не закрыли. Ну, может быть, закрыли, не буду вспоминать. И натягивать там откуда-то из глубины за последнее время. Не помню, чтобы его закрывали. Ну, а почему бы это должно случиться сейчас с идеальной передачей, с быстрой, с любимой передачей Ярослава Подлесных. И 23-е очко в копилке московского «Динамо». Подает вторую Чес, не ошибается, по крайней мере. Забивает Егор Клюка. 23-20. Сам Клюка идет подавать. Ну, наверное, вот он, момент истины. Час икс. Либо сейчас, наверное, уже, либо никогда. Да, обратная замена Чес уходит. Лихошерстов приходит, но уходит. Сразу уступает место Либера Евгения Баранову. Ну, а у Питера уже давно на площадке. Не Сергей Мелкозеров, а Евгений Андреев. Ну, вот, Егор Клюка сделал неплохую заявку. Ну, если бы не Ярослав Подлесных. Заявка-то хорошая была. Выбил с приема. Поставьте тройной блок. Организуйте оборону. Хотя бы смягчите. Доиграйте мяч в атаке. Или поставьте чистый килл-блок. Нет, прошивает. Прошивает этот... Неорганизованный тройной блок Ярослав Подлесных. И это четыре матч-бола для московского Динамо. На подаче Цветан Соколов. Накатил в тросик. Ну, и теперь три съема со своей... Три съема со своего приема. Павел Панков в четвертой зоне. У него два нападающих на передней линии. Власов и Подлесных. И что-то мне говорит о том, что, если будет хороший прием, наверное, Илью Власову попытается задействовать Панков. Что-то давно мы его не видели. Но это зависит будет от подачи Ивана Яковлева. Который рискует в аут. И не дает никому никаких шансов проявить себя в составе московского Динамо при игре на съеме. И это седьмое поражение подряд в этом сезоне. Для питерского «Зенита» от московского Динамо. И теорию вероятности, о которой я говорил, надо отложить на потом. До следующей встречи этих команд. Пока она не работает, теория вероятности. А работает хорошая слаженная игра московского Динамо. И не очень, прямо скажем, с какого-то момента вразумительная и бойцовская, и с полной отдачей игра питерского «Зенита». Это мои выводы. У вас могут быть свои. С вами был Павел Борщ. Играйте в волейбол. До новых встреч. До свидания. Завтра увидимся, услышимся, вернее, на том же месте, в тот же час. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok